Всем привет! Сегодня я предлагаю соприкоснуться с ченнелами то есть с механизмом вебсокетов, как они оформлены пенсии, как с ними можно работать подготовки особо не делать так что будем разбираться на ходу общее представление у меня уже есть но нюансы нюансы, нюансы не знаем так что будем открывать документацию читать на ходу уточнять так что да, давайте поехали что нам нужно, нам нужен проект нам нужен как всегда проект сделаем очень простой проект просто посмотрим как работает механизм обмена сообщениями поехали mix phx new ping назовем его ping pong а давайте пп это ping pong значит у нас датабаза нам не нужна хешмекта database так так окей и тянем 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 файлы тянем depend тоже мне тоже мне но это но это но это только встал решил видео записать окей 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 и ждем 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 у меня этот процесс приличного времени почему то занимает так так что ставлю на паузу так значит все установил проект свой проект проект я открыл проект пп я нашел тут сразу необходимую документацию которая нам нужна будет так это у нас поскольку websocket это у нас двухсторонняя коммуникация нам нужно будет описывать код gs код код клиента и нам нужно будет описывать код код сервера код сервера так что вот открыл значит документацию документацию для фермера и документацию для 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 gs кода окей ладно пока сворачиваем возвращаемся к нашему проекту нужно сейчас откроем все необходимые файлы а файлы нам нам нужно будет gs так что идем в ассеты в папку gs и открываем там два файла апп апп и сокеты 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 так здесь мы видим здесь мы видим примеры всякие то есть кому интересно может сесть и почитать нам это все не нужно нам это все не нужно так что сразу удалю чтобы не мешалось сразу удалю так сохраним тут тут все нормально и нужно открыть еще открыть так 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 идем папку 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 юзер юзер сокет юзер сокет здесь тоже все это давайте удалим так и вроде как все готово давайте 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 смотреть что что к чему веб сокеты веб сокеты веб сокеты тут есть интерес какая-нибудь картинка помимо этой помимо этой значит так вспоминаем мы используем 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 http протокол он у нас stateless то есть каждый запрос отдельно но иногда нам бывает нужна нужна связь и когда-то давным-давно ввели механизм механизм веб сокетов который поддерживает двухстороннюю двухстороннюю связь то есть реал тайм двухсторонняя коммуникация между клиентом и сервером и теперь 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 как это происходит как это происходит клиент с помощью джескода соединяется сервером то есть устанавливается connect то есть дженс сервер и так ой клиент клиент джек клиентский код джескод является инициатором он устанавливает соединение феникс его добавляет скажем так в определенный канал список определенных каналов и теперь у этого клиента есть связь с этим с фениксом через канал 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 теперь как как может осуществляться осуществляться как может осуществляться коммуникация то есть клиент посылает какое сообщение веб-серверу и веб-сервер принимает какие-либо действия то есть он может там прочитать ответить может ничего не отвечать может просто накапливать сообщение и обрабатывать и каким-то образом а может рассылать их другим клиентам то есть если это например классический пример это чат то есть один клиент постит какое-то сообщение феникс феникс рассылает всем остальным это сообщение так можно 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 тут еще написано можно брейки вниз то есть клиент зашел на допустим страничку какой-нибудь новостной портал и на этой страничке присутствует jscode который клиент не знает но этот но обычный юзер конечно же не знает но на страничке его и есть код который соединяется с веб-сервером и этот веб-сервер может допустим рассылать рассылать пока вот есть вот это вот эта связь эта коммуникация установлена клиенту сообщение вот breaking news например окей теперь давайте посмотрим как все это выглядит в коде как это все выглядит в коде и так в коде в коде в коде давайте сразу еще сразу 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 так запустить сервер что ли сейчас запущу сервер не знаю зачем запущу микс бат phx сервер ой 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 опять пропустил микс 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 это пил тул напоминает тут вдруг забыл классный пил тул который позволяет нам управлять проектом пил тул пил тул значит вот у нас компиляция у нас будет естественно базовая страничка мы и сейчас почистим сразу давайте сразу ее почистим нам она не нужна особо то есть вот у нас вот у нас базовый базовый базовая индекс страницы и и мы будем использовать так что идем давайте открываем этот индекс html сервер у нас запущен все это нам не нужно удаляем создадим здесь сразу кнопку а кнопка значит боттон 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 давайте я не какой-нибудь присвоим айди 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 слом айди слом анна а не мая грань ай 100azе сломал боттон 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 к ла дать так напишем нам нам не важно тут вообще что на письме м крит 459 الت и никогда какой нибудь ги Ивдив. Без имени у нас. А хотя Айди давайте там. Айди, допустим. Айди, айди, айди. Айди, айди. Айди. Айди, айди. Айди баг. Айди баг, айди баг. Здесь мы будем отображать сообщения входящие. Пока не понятно на первый взгляд, но скоро будет всё ясно. Так. Идём, идём, идём. смотрим вот как у нас пока выглядит все это дело как у нас все выглядит, у нас здесь пока не видно потому что нечего отображать итак так 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 что нам нужно что нам нужно, нам нужно нам нужно так разделить что ли давайте я чуть подвину засплечу, засплечу засплечу так 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 так, что я хочу сделать в принципе вот этот файл мне больше не нужно, закрою его так и мне нужно, мне нужно ладно, поехали значит смотрите, смотрите что происходит сейчас буду объяснять ключевые моменты ключевые моменты я не знаю, что я хочу сделать я думаю, что я могу сделать Окей, идём, 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 идём наша консоль, вот консоль, вот консоль, пока, пока нет никаких коннектов. Так, идём в наш проект, идём в наш проект, идём в наш проект, идём в наш проект, и что, 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 что тут нам нужно сделать? Вот это у нас базовая страничка, которая использует layout. К ней подключаются все, 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 сейчас покажу, где наш layout. Вот layout. Вот layout. То есть, как видите, здесь подключается ксс и скрипт. JavaScript. JavaScript из файла app, вот на этой странице. Теперь, теперь открываем файл app, но видите, он абсолютно пустой, в нём абсолютно ничего нет. Нам нужно подключить файл js, они у нас в одной папке находятся, и нас интересует socket, нас интересует вот этот socket. Мы раскомментируем, то есть, подключили вот этот код, вот этот код, вот этот socket. Значит, заимпортнули. Вот это нам больше не нужно, поэтому закрываем. Так, мы добавили некоторый js-код. Некоторый js-код. Теперь дальше. То есть, ещё раз. Вот юзер, когда зашёл на эту страницу, к нему автоматически он подгружает js-код. То есть, вот этот js-код он подключил. Здесь что происходит? Здесь мы используем библиотеку Phoenix. Сперва устанавливается новый socket. Потом мы осуществляем connect к этому socket. Connect, да? То есть, по сути дела, мы сейчас соединились, соединили сервер и клиент. Клиент и сервер мы соединили. Клиент и сервер мы соединили с помощью вот этих строчек. Дальше. Дальше мы уже используем особенности Phoenix. Используя вот этот жирный канал. Грубо говоря, это как будто комнат. Нет. Грубо говоря, это как будто вот вход в подъезд. А channel это как будто бы конкретные комнаты, в которые мы хотим заглянуть. То есть, мы используем вот этот socket, чтобы заглянуть. То есть, мы заходим в подъезд, чтобы заглянуть в конкретный channel. То есть, в конкретную квартиру как будто мы хотим заглянуть. Поэтому мы используем наш подъезд и используем функцию channel, чтобы зайти. Нас интересует же конкретный канал, конкретная квартира. Для этого нам нужен ее адрес. Адрес. То есть, это как бы общий интерфейс. А тут нам нужно уточнить. Типа номер. Номер. Так. То есть, мы соединяемся вот с определенным каналом. Через один большой канал. Кажем так. Дальше. Здесь присутствует команда join. То есть, мы подсоединяемся к этому каналу. И сразу join. Вот когда мы подсоединимся, сервер нам, конкретно нам, отошлет сообщение. И здесь используется вот такой вот синтаксис. Когда мы ждем вот после какой-то нас интересующей команды, например, join ответа, мы здесь продолжаем писать через точку, что нас интересует. Также, например, когда мы будем ченнел отправлять какое-то конкретное сообщение, мы потом также будем писать receive, если мы ждем сообщение, которое относится только к нам. То есть, здесь вот продолжаем. Мы соединяемся и ждем какую-то реакцию от, от, от сервера. Здесь, как видите, здесь реакция у нас unable to join, unable to join. Тот вот, вот наш unable to join. Поскольку у нас еще вот этот ченнел не настроен, сейчас мы займемся настройкой этого ченнела. Так. Теперь идем на сторону сервера. То есть, это у нас клиентская, а это у нас сторона сервера. На стороне сервера также мы, скажем так, сперва описываем подъезд. 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 Это вот. У нас здесь файл UserSocket. Он по дефолту, в принципе, его можно не изменять. Можете свой создать. UserSocket это аналог, 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 аналог файла рута. То есть, вот аналог нечто очень-очень-очень похожее. Вот. То есть, то и другое перераспределяют. Ууууу! Винт опять у меня зашимел Так вот Мы используем Вот этот файл user-socket аналогичным образом как использовали рутер для того чтобы перенаправить конкретный конкретный канал он у нас ещё не существует то есть точно так же, как не существовал контроллер когда мы создавали свои пути то есть нам нужно описать так что идем и то есть вот это, это как будто входные двери, где они перенаправляются в конкретный канал давайте я еще раз открою все же вот наши конкретные пути а здесь пути описываются вот таким образом мы пишем channel и здесь комнату здесь используется следующий синтекс обычно то есть у нас однотипных ченелов, по идее однотипных, может быть очень много но мы, например допустим, у нас есть один общий интерфейс чаток, где есть множество комнат и вот через это вот астерикс через эту звездочку мы пытаемся указать конкретную конкретную комнату то есть юзер у нас, например, мог написать вот так вот room допустим 1 и у нас еще не описан сам ченел но он подключался бы какой-нибудь а другой юзер, например, мог подключиться к room 3 то есть они будут использовать один и тот же интерфейс но сам экшен у них будет разный вот эти вот функции connect и id они общие они общие здесь мы можем их использовать будем их позже использовать для аутентификации юзера сейчас нам не нужно поэтому заморачиваться здесь не будем у нас скажем, будет автоматически проходить дальше это, скажем сродни вот этим вот вещам то есть перед тем, как попасть конкретно вот в наш контроллер проходится через определенный плагин и так через определенный фунт и это ну в каком-то смысле схоже схоже, схоже, схоже то есть прежде чем попасть в нашу конкретную квартиру в нашу конкретную ченнел мы сперва проходим через ворота подъезда и сейчас давайте 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 создадим наш ченнел он будет называться вот таким вот образом room channel так и создаем пишем room channel пишем dev-module dev-module снова pp-web и room channel здесь мы используем pp-web но на сей раз мы используем channel 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 точно так же как мы подключали дополнительную функциональность к как это называется контроллер или view точно так же мы подключаем дополнительную функциональность к channel где это мы можем увидеть естественно наш опять точно там же вот мы открываем вот наш контроллер вот наш view даже раутер есть рутер рутер есть и channel channel видите здесь тоже есть добавляется определенная дефолтная функциональность напоминаю что мы можем благодаря вот этому макросу кому интересно кстати вот как конкретно этот механизм работает есть книжка 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 метапрограмминг метапрограмминг на английском естественно крисом маккорда крисом маккорда в общем одного из создателей феникса почитайте там расписано как как юзать 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 как правильно юзать юзать как правильно юзать юз ну и в принципе про метапрограммирование в принципе она небольшая там всего 100 страниц где-то по-моему полистайте по крайней мере первые страницы полистайте поймете заодно как работают макросы так ладно ответились немного теперь дальше поехали у любого ченнела у любого ченнела нужно реализовать следующие две функции функцию join то есть нам нужно установить соединение и отправить юзеру некоторые подтверждающие сообщения так что давайте пишем функцию join def join теперь вот у нас функция нас интересует колбеки вот топик конкретный топик нас интересует это как бы конкретный путь можно сказать сообщение вернее тело сообщения то есть вот это можно воспринимать как вот хорошим примером служила бы следующая классическая почтовая служба скан там вот этого конверта который раньше рассылали то есть топик это своего рода те надписи на конверте где мы писали кому индекс там улицу имя а пилот это тело это собственно само письмо которое мы пытались передать естественно письмо мы можем отправить пустым незаполненным и третий параметр здесь у нас сокет 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 это это аналог это аналог коннекшена то есть вот когда мы работаем с html или 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 json мы работаем и обрабатываем коннекшен когда мы работаем с веб сокетами и ченнелами мы работаем с таким с таким страктом как сокет вот феникс сокет то есть он выглядит примерно точно так же у него там есть множество нужных полей которые мы впоследствии сможем использовать так что да так что давайте пишем подключаться у нас а давайте вот это использовать прямо прямо тут как здесь написано пишем room двоеточие то есть юзер у нас пытается подключиться вот сюда 3 вот видите юзер ничего не передает ничего не передает и мы здесь прямо так можем написать что body body of math ну ладно не буду полностью писать короче здесь тело сообщения возможно которое юзер пытается при соединении отправить то есть можно сказать некоторое стартовое сообщение так и последним у нас здесь будет сокет сокет он как connection он будет везде вездесущим теперь дальше теперь дальше смотрим 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 что это у нас функция может вернуть а вернуть у нас она может следующее три варианта ok socket ok reply то есть ничего не возвращает то есть никаких уведомлений ошибку в виде мапы и ok reply то есть некоторое базовое сообщение и socket то есть видите смотрите channel join точка и тут то есть каким образом юзер у нас вот конкретный юзер будет реагировать на возможные сообщения и вот мы сразу описали возможные варианты нас мы сейчас опишем что типа все окей для этого для этого мы ему отправим вот это следующий ответ окей reply reply ему давайте здесь мапа должна быть давайте 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 ему отправим мапу мапу напишем поле welcome и значение допустим ему передадим jungle welcome jungle и здесь мы передаем socket наш socket отлично мы описали соединение теперь когда юзер пытается соединиться на сервере сперва обращается в юзер socket то есть это аналог рута через который который нас перенаправляет в конкретную конкретный channel вот мы создали конкретный channel и вот здесь мы описали функцию которая отвечает за connect так unexpected токен channel 6 окей сич опять лишним поставил про н м анн м м м м у прояву при а а они непонятно непонятно может надо описать хотя предъявляет так проверим нужно писать еще обязательно хотя по идее ведь не обязательно а я я не с я не сохранил я не сохранил я не сохранил так сейчас проверим снова вот все 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 все-все теперь все работаете видите конект произошел успешно и здесь сообщение которое мы отправили то есть мы создали сейчас связь у нас есть активная связь она поддерживается и помните самом писаном самом первом видео я вам говорил что феникс держится на рван процесса так вот ченнел и ченнел и они живут в отдельных в отдельных то есть каждый ченнел живет у нас в отдельном процессе круто круто то есть мы можем создать множество ченнел и они дешевые можно создать если у вас хорошая тачка то там могут миллионы а если вы еще используете несколько тач у что может сделать так то есть вот мы получили сообщение джангл которым мы собственно отправили вот но могли и не отправлять то есть если мы не хотим отправлять то мы возвращаем окей и просто сокет окей а если хотим отправить нам нужно использовать кортеж на трех уровне где вторым элементов у нас является тип сообщения теперь дальше поехали после того как у нас connect сделал состоялся теперь нам нужно нам нужно куда мы идем так куда мы идем куда мы идем мы так это нам не нужно это нам тоже не нужно это это тоже нашим видео не нужно будет теперь мне нужно вот вот это я открою чтобы было ясно что к чему я сейчас буду код писать значит мы сейчас будем писать gs код такой что когда мы будем нажимать на эту кнопку мы будем во первых добавлять сюда поле во вторых отправлять сообщение в наш ченнел а потом этот ченнел будет отдавать какое-то соответствующее сообщение то есть план у нас ясен идем его и реализуем и я ее я ее иначе слоны баг слоны баг странные имена конечно ну да ладно это вообще не важно поехали 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 как там обычно у нас джесс вообще я не являюсь специалистом по джесс так что так что так что могу облажаться элемент надеюсь что все будет окей знаю вот есть get element js так он там у нас элемент элемент нам нужен нам нужен слон берем слон вешаем на его события так ведь event listener event listener 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 все правильно теперь какой мы ждем момент мы ждем клик мы ждем клик вот на нашу кнопку да и вешаем на нее функцию function панкшн 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 повешим следующее мы возьмем и помесим вот в этот вот деф но нужно будет воспользоваться get element и и и inner html html а нет давайте 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 равно и добавим в него давайте параграф 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 у нас сообщение приложение называется ping pong так что мы отправляем сообщение серверу pong 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 и во первых мы здесь отрисовали ping а нам нужно еще отправить 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 сообщение сервера для этого используется следующая команда мы используем наш ченнел вот наш ченнел ченнел который мы создали и используем у него команду push и пушим следующее сообщение ping теперь сохраняем это дело все и идем в наш room чтобы обрабатывать сообщение чтобы обрабатывать сообщение да нам соответственно нужно 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 завести завести обрабатывающие функции то есть нам нужно нам нужны колбеки вот один из основных колбеков то есть здесь принимается event event в данном случае будет ping то есть event это по сути дела вот если снова вернуться к аналогии классического письма где имя фамилия индекс адрес то event вот это название в это это будет вот это вот описательная часть но также можно присылать и body то есть само письмо содержание здесь мы его не передаем мы передаем только скажем вот эти вот данные описательные то есть он вот принимает эти данные может принимать может принимать а может не принимать поле то есть само письмо и естественно сокет и здесь есть разные варианты ответа нас здесь интересует будет интересовать вот этот вот ответ хотя хотя вообще здесь очень много вариантов как можно взаимодействовать между сервером и коннектом вот этот реплай реплай я вот сейчас опять скажу ну ладно вот этот реплай реплай да если мы хотим вот эту форму использовать нам по идее вот здесь нужно прописать о давайте давайте так и сделаем значит так receive окей так что он там он вторым дальше какой-то терм будет а можно посмотреть кстати вот здесь как они у нас вот 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 видите вот давайте вот напишем то же самое а хотя нет не то же самое сделаем а нет давайте то же самое путаю вас так напишу здесь лучше function 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 которая у нас принимает какое-то сообщение пусть она здесь у нас будет так и вот здесь мы будем исправлять на полк так может сейчас пока пока сейчас непонятно что я делаю но 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 скоро станет все очень ясно скоро станет все очень очень предельно ясно по идее должно быть так 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 handle in handle in пишу cuz он handle in здесь он нас принимает сообщение сообщение пинг с телом здесь у нас нет никакого тела поэтому снова напишем body 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 bodyА здесь снова опять socket do и то, что может отдать. Здесь всегда мы передаём сокет. Реплай, реплай, что мы? Давайте передадим что-то информативное. Информативное. Здесь снова передаётся мапа. И что мы здесь? Давайте напишем. Нет, давайте другое. Эликсир Cool. Эликсир Cool. Так, сохранили, сохранили. Вроде как всё должно сейчас сработать даже. Давайте посмотрим. Перезагружу. Соединение не установлено. А! Чтобы моментально всё это ещё не отображалось, я вот здесь установлю таймер. Таймер. Sleep. Ведь я как нажму кнопку, у меня моментально сразу... Я даже не успею видеть, что у меня отобразилось... отобразился пинг. Давайте мы заснём на 5 секунд. Так, и поехали. Поехали проверять. Сообщение есть. Нажимаю. Так, не отобразилось. Почему не отобразилось? Так, разобрался в своих ошибках, тут посидел. Как я и говорил, я являюсь мастером JS-кода. Тоже мне мастер. Так вот, значит, тут надо было inner написать. А не inner. Inner html не заметил тут ошибку. Некорректно. Второй аспект. Второй аспект, что я не... Я всё пытался в слона запихать. Слон, конечно, большой, но не настолько. Так, надо было здесь использовать баги. Я же хотел баг-айди тоже. Вот что называется. Используйте нормальные имена. Так. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Дальше, поскольку... Ой. Вот реплай, реплай, реплай. Я не посмотрел. Реплай, он... Составной. Реплай составной. То есть, чтобы корректно ответить, чтобы вот эта часть кода понимала, то есть, было соответствие, да, то есть, вот этот окей соответствует этому окей, а вот это тело сообщает... Соответствует вот этому месседжи. Здесь даже подсказку я нашёл. Вот. Каким образом корректно отвечать. Допустим, вот если я хочу ответить конкретному юзеру, то есть, не всем отвечать, а именно конкретному юзеру на конкретное сообщение, то есть, то есть, колбек вот организовать, то я должен использовать следующую... Если я хочу с телом, то нужно использовать кортеж, где первый элемент это окей, а второй элемент это тело. И сейчас вроде как всё окей. Я тут уже всё потестил, поэтому смотрите, что у нас получается. Перезагрузил. Произошёл коннект. Вот у нас сообщение стартовое, которое мы отправляем при коннекте. Давайте ещё раз покажу. Вот оно. Welcome Jungle. Вот когда мы коннектимся, вот он, UserJoin, мы остаёмся в ожидании, то есть, вот мы получаем возможные варианты. Окей и Error. То есть, вот наш окей. И вот это RESP, это вот этому телу соответствует. Поэтому мы в консоли видим следующую надпись. Консоли и тело. То есть, мы можем видеть следующую вещь. Это первое. коннект у нас произошёл. Теперь что мы делаем? Мы нажимаем кнопку Button. Сейчас мы нажмём кнопку Button. Что произойдёт? Вот мы на неё повесили вот наша кнопка Button, у неё есть ID-slot. То есть, мы на неё повесили Event. Каждый раз, когда кликается, да, мы идём и вот в этот диф мы кладём параграф с Ping. Это первое, что мы делаем. Второе, что мы делаем, это мы отправляем на сервер сообщение Ping и ждём ответ. То есть, мы также здесь продолжаем цепочку и функции Receive. И мы в ожидании ответа. Света. Сервер принимает Ping. Body здесь у нас никакого нет. Мы здесь не передавали никакого Body. То есть, тут будет ну, Body можно написать. Здесь Body никакого нет. Что мы делаем дальше? Вот мы принимаем. Мы ставим на 5 секунд таймер, чтобы моментально не отвечалось. И сервер у нас отвечает следующим кортежем. Первый у нас OK. Вот у нас OK. И вторым у нас идёт тело сообщения. Мы говорим. И мы инспектируем Create Message. Пишем в консоли и ПТ-сообщение. То есть, мы должны увидеть Elixir Cool и последнее, что мы делаем, когда нам вернётся вот это сообщение. Мы мы вот в этом диве пытаемся отрисовать новое новый, 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 новый понк. Новый понк. параграф, в котором содержится поле понк. OK. Смотрим. Вот. Отрисовался. Теперь сервер мы отправили. Сервер там ждёт 5 секунд. Вот он нам отправил сообщение. то есть, мы действительно получили сообщение. И мы исправляем вот это внутреннее на понк. То есть, вот наш пинг-понк. Пинг-понк, пинг-понк, пинг-понк. Пинг. Снова нажим пять секунд пинг-понк. Собственно, вот так простая версия ченелов работает. Дальше вы просто будете всё усложнять. То есть, можно допустим, если бы у нас было что-то типа от чата, нам нужно было нам нужно было бы отвечать не конкретному юзеру, используя вот такой ответ, а нам нужно было использовать другие функции, которые рассылают всем юзерам, которые подписаны, которые находятся в данной комнате, в данном ченнеле с конкретным вот тут вот именем. То есть, существует множество способов отправки и доставки сообщений, существуют разные способы, как сервер реагирует на сообщения и каким образом юзер реагирует на сообщения. То есть, вот этот вот метод, который мы сегодня разобрали, это он, мы, смотрите, что мы делаем, мы отправляем сообщения и ждем ответа. И описываем вот здесь вот, каким образом мы будем ответы получать. здесь по идее еще можно и нужно было бы расписать функцию error, то есть, как мы будем реагировать, если ответа нет. То есть, точно так же делаем. Ставим точечку we receive и продолжаем. То есть, это, по сути дела, в каком-то смысле case statement, но в стиле джесс-кода. так, вот видео уже снова час. Ну, это, как говорится, пытаемся разобраться на ходу. Пытаемся разобраться на ходу. помимо 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 того, что мы можем сообщать, отправлять сообщение конкретному вот юзеру, конкретному браузеру, да, сообщение, мы можем, как я, вот здесь у нас чат, у нас есть функция Broadcast. То есть, это, этой функцией мы будем пользоваться, чтобы отправить сообщение всем, всем юзерам, которые подписаны на текущий канал, на текущий ченнел, кто находится в текущей квартире. Ну, пожалуй, пожалуй, с этой функцией можно сделать смотреть. Смотрите, вот, когда мы отправляем всем сообщение, всем юзерам, с помощью вот этой функции можно будет сделать некоторую фильтрацию, чтобы поднимали юзером одно, другим юзером другое. Ладно, пожалуй, на сегодня все. Или, а хотя, давайте, давайте, давайте повторим общий, общий механизм, как это все дело работает. Значит, так, веб-сокеты, веб-сокеты, это, ладно, перед тем, как все повторить, хотел показать вам еще, еще раз показать, насколько крут, насколько крут связка феникса с эликсиром и с эрлангом. Очень круто. Смотрите, я здесь установил время на 30 секунд. О, установил время на 30 секунд. Вот, у меня два браузера, два клиента. Сейчас я их перезагражу. Делать мы будем абсолютно все то же самое. Я сервер запустил в оболочке, в оболочке, в оболочке, эликсира запустил с помощью следующей команды Observer Start стандартную утилиту для наблюдения за процессами. И смотрите, что произойдет. Вот мы отправили два, два, два запроса. Сейчас ченнелы, они спать должны быть. То есть запустятся и должны быть. Видите, появилось два процесса, которые сейчас спят и относятся к ченнелу. То есть процессы обрабатываются отдельно, как как запросы на страницу HTML-овские. Все то же самое. То есть полминуты прошло и сейчас они будут потихонечку умирать. то-то-ру-тто-ру-тто-ру-тто. Кстати, странно, что они отобразились. Ну ладно, речь не об этом, речь про то, что ченнелы, они работают в отдельных процессах. А поскольку процессов можно создавать сотни тысяч, если у вас очень хорошая тачка, то вы понимаете, что ваше приложение может быть крайне эффективным. Так. Ладно, теперь давайте поговорим что есть что. Итак. Еще раз помним, чего все это ради. Традиционно приложение у нас использует HTTP протокол и как следствие следует модели запрос-ответ. То есть у нас стейтлес, стейтлес. То есть браузер у нас посылает какой-то запрос серверу, а тот возвращает ответ. И эти все запросы сепаратли, раздельно, раздельно, нужно было что-то новое, что-то новое, нужен был сеанс, 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 сеанс связи какой-то новый. и были придуманы веб-сокеты, которые обеспечивают поддержку двухстороннего обмена между клиентом и сервером. Ну, в нашем случае это между браузером и сервером. то есть вот эта технология она позволяет взять и отправить какие-то данные на сервер и сервер то есть у нас устанавливается некоторое сообщение и через некоторое соединение и через это текущее соединение клиент может отправить какие-то данные серверу и сервер может ответить. Классическим примером это является чат 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 супер классический пример и давайте посмотрим теперь как это реализовано 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 в фениксе кратко повторим и закончим на сегодня значит так поскольку это у нас двухсторонняя связь нам нужно соответственно организовать код для клиента и организовать код для сервера чтобы организовать код для клиента нам нужен нам нужен JS код JS код мы в данном случае подключали на главную страницу то есть мы использовали мы использовали вот у нас основной код и мы через него просто подключаем страницу с сокетами и здесь что мы делаем мы используем библиотеку феникса чтобы создать сокет вот об этом мы пока говорить не будем потом поговорим осуществляем connect потом используя используя этот сокет после коннекта мы мы создаем channel и ну с именем и со стартами какими-то значениями которые мы впоследствии можем передать серверу и пытаемся к нему подконнектиться и здесь мы подцепляем функцию receive которая которая будет отвечать за возможный ответ от сервера чтобы отправлять сообщение на сервер мы используем следующую команду мы используем команду push то есть мы берем конкретный наш channel и пушим если нас интересует ответ от сервера чтобы он конкретно нам пришел мы также должны описать функцию receive ok если нас допустим не интересовал бы да мы могли вот что сделать ой мы могли просто запушить вот так вот просто запушить так как это отменить то все теперь язык поменял понял почему не менялась окей так вот мы можем просто запушить теперь разберем со стороны сервера со стороны сервера действует следующий механизм есть есть некоторые файл которые ответственны скажем так за сокеты за сокеты называется он user user сокет это дефолтный 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 раутер для сокетов по сути дела мы здесь описываем общие настройки мы о них потом поговорим и описываем пути 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 конкретным комнатам и потом нам нужно описать конкретную комнату здесь нужно описать будет ну как минимум функцию join и остальные колбеки по вашему усмотрению здесь также можно использовать допустим handle if как в gen сервере потому что по сути дела это вот этот ченнел он ведет себя как gen сервер то есть это обычный актор которому можно посылать сообщения и он может на них как-то реагировать то есть вот мы создаем функцию join реагируем по следующему адресу здесь может быть присутствовать тело сообщения старта вот это вот и мы всегда в отличие от работы с html мы здесь работаем 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 сокетом давайте кстати напоследок посмотрим как это все дело выглядит его 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 путь посмотрим как он выглядит ой видео опять затягивается ну да ладно так его inspect 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 socket socket окей пытаемся снова сконнектиться и вот вот как выглядит наш сокет вот у него есть поле assign как у поле connection то есть сюда мы можем записывать наши какие-то данные которые мы потом сможем использовать вот наш видите pit и так далее некоторые поля вот topic то есть это грубо говоря конкретно наша комната и здесь мы когда юзер коннектится да он ждет возможные варианты ответа мы здесь рассматриваем пока только один теоретически мы можем делать некоторые настройки и соответственно делать некоторое ветвление мы можем отвечать ему и эрором какие варианты ответа могут быть вам придется открывать документацию и смотреть допустим вот 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 где это наш callback callback join вот у него возможно три варианта окей error и reply ответ с reply то есть ответ с телом вот наше тело мы отвечаем с телом и потом последнее что вам нужно сделать это реализовать какие-то функции которые будут реагировать на конкретное на конкретное сообщение также можно будет реализовать функции которые которые отвечают которые посылают сообщения сообщения юзеру например как там говорилось breaking news или например можно создать какой-нибудь сайт сайт о есть сайты которые поставляют в real time real time счет счет то есть спортивных событий то есть можно тут организовать как-нибудь то есть юзер подключился на вашу страничку и вы просто на ваш сервер поступают каким-то образом данные о текущем состоянии игре и вы потом используя данный ченнел просто рассылаете рассылаете юзерам онлайн ладно надеюсь более-менее так картина ясна основные темы по фениксу мы затронули уже все по большому счету и дальше 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 будем углубляться делать более сложные вещи все see you next time next time гостей гостей Продолжение следует...